Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют Аудиоиздание Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Ас-Саади Сура Аль-Хашр, сбор Во имя Аллаха, милостивого, милосердного Эта Сура также получила название Бану-Надр Так называлось крупное иудейское племя, жившее недалеко от Медины задолго до того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, начал свою пророческую миссию Когда же он переселился в Медину, то это племя, как и многие другие иудейские племена, отказалось уверовать в единого Аллаха и его посланника Тогда он заключил мирный договор с иудеями, которые были соседями мусульман в Медине Спустя шесть месяцев после битвы при Бадре, пророк приехал в поселение племени Надр и попросил их помочь мусульманам заплатить выкуп за Амра бин Умею от Дамри, который убил нескольких людей из племени Аль-Келяб Иудеи сказали, мы поможем вам, Абу Аль-Касым, посиди здесь, пока мы не решим твой вопрос Когда же они уединились для совместного принятия решения, сатана подтолкнул их на тяжкое преступление, дабы обрушить на них предписанное им несчастье Они сговорились убить пророка и сказали, кто возьмет этот камень и сбросит его так, чтобы разбить ему голову? Несчастный грешник по имени Амар бин Джухаш вызвался на это дело Тогда Салам бин Мишкам сказал, не делайте этого, клянусь Аллахом, его оповестят о вашем заговоре, и тогда мы первыми разорвем заключенный с ним договор Господь тотчас миспослал пророку откровения о планах иудеев Посланник Аллаха встал и спешно отправился в Медину Сподвижники догнали его и сказали, ты встал так, что мы даже не заметили этого Он поведал им о заговоре иудеев, а затем отправил к ним послание со следующим повелением Покиньте Медину и никогда более не поселяйтесь в ней Я даю вам 10 дней, и если обнаружу вас здесь по истечении этого срока, то отрублю вам головы В течение нескольких дней иудеи готовились к переселению Но затем один из лицемеров по имени Абдуллах бин Уэйб бин Салюль Отправил им письмо, в котором написал, не покидайте своих домов У меня есть две тысячи человек, которые готовы укрыться в вашей крепости и умереть за вас Племя Курейза и ваши союзники из племени Гатфан также готовы помочь вам Старейшина племени Наадр-Хуэй бин Ахтаб понадеялся на обещанную ему поддержку и написал посланнику Аллаха следующее послание Мы не оставим своих домов, посему делай все, что тебе вздумается Услышав об этом, посланник Аллаха возвеличил Аллаха, а его сподвижники тотчас приготовились к сражению Знамя мусульман понес Али бин Абуталиб Иудеи обосновались в своих крепостях, отбиваясь камнями и стрелами Курейзиты, сторонники Абдуллаха бин Убея и союзники из Гатфана, предательски отвернулись от них Посланник Аллаха окружил поселение иудеев и приказал своим сподвижникам начать вырубать и сжигать их пальмовые деревья Осознав, в каком положении они оказались, иудеи написали пророку послание, в котором согласились покинуть Медину Пророк снял блокаду и позволил им собраться и уехать вместе со своими семьями и всем, что смогут унести их верблюды, кроме оружия Таким образом он овладел имуществом и оружием иудеев Трофеи целиком достались пророку и были предназначены для нужд мусульман Пророк не стал делить военную добычу на пять частей, как это полагается делать с трофеями, потому что Аллах даровал эту добычу своему пророку без борьбы Мусульмане не седлали своих лошадей и не прилагали усилий для достижения победы Пророк изгнал иудеев в Хейбар вместе с их предводителем Хуеем бин Ахтабом А мусульмане овладели их землями, жилищами и оружием Среди трофеев оказалось пятьдесят кольчуг, пятьдесят шлемов и триста сорок мечей Таково краткое описание события, упомянутого в обсуждаемой нами суре Сура 59, аят 1 Она начинается вестью о том, что все обитатели небес и земли славят Аллаха, восхваляют Его безупречные качества, поклоняются Ему и смиряются перед Его могуществом Среди Его прекрасных имен могущественный, мудрый Все сущее подчинено Его власти, и для Него нет ничего трудного и невозможного Его творения и повеления преисполнены мудрости, поскольку Он ничего не творит ради забавы Неспосылает только полезные предписания и вершит только то, чего требует Его божественная мудрость Сура 59, аят 2 Субтитры создавал DimaTorzok Он даровал победу своему посланнику над неверующими людьми Писания и изгнал племя Надр из облюбованных ими жилищ и местных За их вероломство и измену Иудеи собрались и покинули Медину, но это было лишь первым сбором и изгнанием из тех, что им предстояло пережить при жизни пророка Мухаммада Да благословитого Аллаха приветствует Ироническое откровение указывало на то, что и в будущем иудеев ожидали сборы и изгнания, и это предсказание сбылось, когда сначала пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, изгнал иудеев из Хейбара, а затем Умар бин Аль-Хаттаб велел оставшимся иудеям покинуть земли этого поселения О мусульмане! Вы даже не предполагали, что они уйдут из родных домов, потому что иудейские поселения были хорошо укреплены и неприступны, да и сами иудеи за крепостными стенами были довольно сильны Они надеялись, что крепости защитят их от Аллаха, и полагались на собственную мощь Они были обольщены собой и считали, что никто не сможет одолеть их Но Аллах всемогущ и способен одолеть любое воинство Ни крепости, ни башни не способны защитить людей от Него В такой борьбе ни мощь, ни оборона не могут принести никакой пользы Всевышний Аллах настиг их оттуда, откуда они и не ожидали, и поселил в их сердцах страх Страх и ужас — это величайшее оружие Аллаха, которое нельзя одолеть ни числом, ни умением, ни мощью, ни силой Иудеи предполагали, что брешью в их обороне могут стать крепости, за которыми они чувствовали себя спокойно Всякий же, кто полагается на что-либо помимо Аллаха, непременно лишится поддержки Господа И всякий, кто предается кому-либо помимо Аллаха, лишь взваливает на свои плечи тяжелое бремя Поэтому удар с небес поразил самое уязвимое место иудеев — их сердца А ведь именно сердца являются местом, где покоятся стойкость и терпение, упадок духа и слабость И вот развеялись мощь и сила иудеев, а их место заняли слабость, отчаяние и трусость, от которых они уже не могли избавиться Именно это стало причиной их поражения Иудеи сами разрушали свои дома и подстрекали к этому верующих Они поступали так, потому что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, позволил им взять с собой лишь то, что смогут унести верблюды Тогда они решили поломать крыши своих домов, которые некогда берегли и которыми любовались И стали подстрекать верующих к тому, чтобы они тоже разрушали их дома и крепости Они сами были виноваты в своем несчастье и вредили только самим себе В этом назидание для всех, кто обладает проницательным умом и здравым рассудком Описанное выше событие наглядно свидетельствует о том, как Аллах поступает с противниками истины и рабами низменных простей Могущество не принесло пользы иудеям, а укрепления не сумели защитить их Когда Всевышний Аллах подверг их наказанию за содеянные грехи Однако смысл этого назидания очень велик и не ограничивается конкретным случаем Обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление размышлять над этим назиданием А следовательно, проводить аналогию между схожими фактами, задумываться над вытекающими из них законами и размышлять над их смыслом и мудростью Благодаря этому совершенствуется человеческий ум, развивается сознание, усиливается вера и достигается подлинное представление о сути вещей Затем Всевышний Аллах поведал о том, что иудеи не получили сполна должного наказания и что их старания были облегчены Сура 59, аят 3 Если бы Аллах не предначертал им покинуть родные места и не предопределил это заранее, то их постигло бы совершенно иное возмездие и наказание Но предопределение Аллаха не приложено, и хотя иудеев миновала мучительная кара в этом мире, им уготовано наказание огнем в жизни будущей А насколько страшны эти муки, ведомо одному Аллаху Пусть они не думают, что уже вкусили наказание сполна и выстрадали свою долю страданий, ибо Аллах приготовил для них в последней жизни еще более ужасное и невыносимое наказание Сура 59, аят 4 Они заслужили это наказание, потому что откололись от Аллаха и его посланника, то есть испытывали неприязнь к вере, сражались против нее, И усердно ослушались ее требований А ведь Аллах сурово наказывает тех, кто отказывается от повиновения ему и враждует с ним Сура 59, аят 5 Иудеи из племени Надр порицали посланника Аллаха и мусульман за то, что те срубали пальмы и другие деревья Они считали, что мусульмане бесчинствуют на их земле и вменяли им это в преступление Тогда Всевышний Аллах сказал, что мусульмане лишь выполняли повеление Господа для того, чтобы опозорить грешников Господь побудил их срубить и сжигать пальмы, чтобы тем самым покарать, посрамить и унизить неверующих, дабы те узрели свое полное бессилие Иудеи не смогли защитить свои деревья и спасти их Несмотря на то, что именно финиковые плантации некогда служили опорой их власти Согласно наиболее достоверному толкованию, арабское слово «лина», в данном случае пальмы, относится ко всем разновидностям пальмовых деревьев Такой была участь племени Надр И таким было их наказание в мирской жизни Затем Всевышний Аллах сообщил о тех, кому досталось имущество и владение иудеев И сказал Сура 59, аят 6 Сура 59, аят 7 О мусульмане, Аллах даровал своему посланнику владение и богатство племени Надр, которая прежде обитала в этих поселениях Вы не готовились к этому сражению заранее, не прилагали особых усилий и не загоняли своих верховых животных Стоило Аллаху усилить страх в сердца ваших врагов, как они сдались на вашу милость Поистине Аллах дарует своим посланникам власть, над кем пожелает Его власть и могущество безграничны, и посему никто не в силах воспротивиться его воле, и никто не обретет мощи без его соизволения Военные трофеи, которые достаются мусульманам без боя, либо от сбежавшего напуганного противника, на языке мусульманского богословия называются «фей», буквально «нечто возвращенное» Они получили такое название, потому что неверующие, которые недостойны вкушать благо Аллаха, возвращают их мусульманам, которым по праву принадлежат земные блага Сура 59, аят 7 Сура 59, аят 7 Закон Афаи распространяется на все подобные случаи, потому что Аллах сказал Добыча, которую Аллах вернул своему посланнику от обитателей селений Здесь имеется в виду любые селения, независимо от того, были они завоеваны во времена пророка Мухаммада или после его смерти, во времена правления мусульманских эмиров Фей распределяется между Аллахом и его посланником, родственниками посланника, сиротами, бедняками и путниками Это откровение похоже на аят из суры «Аль-Анфаль», который гласит Знаете, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам Сура 8, аят 41 Таким образом, фей делится на пять частей Одна пятая принадлежит Аллаху и его посланнику и расходуется на нужды мусульман в целом Одна пятая достается родственникам пророка и поровну разделяется между мужчинами и женщинами из рода Хашима и рода Аль-Мутталиба, где бы они ни жили Добыча распределяется только между потомками Хашима и Аль-Мутталиба А остальные представители рода Абдманафа не имеют на нее прав, потому что только род Аль-Мутталиба присоединился к роду Хашима в ущелье и помогал пророку Мухаммаду, когда курешиты договорились бойкотировать его родственников и начали враждовать с ними Поэтому посланник Аллаха сказал о роде Аль-Мутталиба Они не покидали меня ни во времена невежества, ни в эпоху ислама Одна пятая часть фая раздается неимущим сиротам, которыми считаются несовершеннолетние дети, потерявшие своих отцов По одной пятой части также получают бедняки и путники, которые не имеют средств к существованию на чужбине Всевышний распределил добычу так, дабы она не досталась богатым и зажиточным людям Если бы не было этого мудрого законоположения, то богачи распределили бы трофеи между собой, а беспомощным беднякам не досталось бы ни гроша Подобная несправедливость принесла бы много зла, обо всех тяжких последствиях которого известно одному лишь Аллаху Если же люди повинуются воле Аллаха и придерживаются законов шариата, то они обретают неисчислимые блага Поэтому Аллах не спасал правоверным всеобщее правило и сказал Так берите то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил Это распространяется как на мусульманские убеждения, так и на законы шариата Каждый раб Аллаха обязан целиком и полностью повиноваться повелениям пророка Мухаммада Да благословитого Аллаха приветствует и руководствоваться его наставлениями А любое нежелание соглашаться с ними противозаконно Решение пророка по какому-либо вопросу равносильно решению самого Аллаха И никто ни при каких обстоятельствах не имеет права противиться воле посланника Или ставить чье-либо мнение превыше его слов Затем Господь велел правоверным страшиться его Потому что благодаря этому раб Божий укрепляет свою душу и сердце Благоустраивает свою мирскую и последнюю жизнь и обретает вечное счастье и великий удел А лишаясь набожности и благочестия, человек обрекает себя на бесконечные несчастья и страдания Вот почему Всевышний Господь велел бояться его Поистине, Он сурово карает тех, кто не испытывает страха перед Ним и уступает своим низменным желаниям Сура 59, аят 8 Затем Всевышний поведал, что мудрость и причина предписания распределять Фей Среди перечисленных пяти категорий состоит в том, что именно они, более других, достойны заботы и поддержки Среди них были мухаджиры, которые ради обретения благосклонности Аллаха и любви его посланника Переселились в Медину, покинули родину, оставили облюбованные ими жилища И расстались с близкими родственниками, любимыми людьми и нажитым богатством Они суть правдивые, которые заслужили этот эпитет Потому что выполняли все требования веры и непрестанно подтверждали свою убежденность праведными деяниями и усердным поклонением Творцу Они не были похожи на тех, кто называл себя верующим, но избегал борьбы, отказывался переселяться на пути Аллаха и не предался поклонению Ему Сура 59, аят 9 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На часть военной добычи имели право и ансары, то есть уверовавшие жители Медины Это племена Аль-Ауз и Аль-Хазрадж, которые по доброй воле покорились Аллаху и его посланнику Они искренне возлюбили пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, дали ему надежный кров, приняли решение защищать его от любых врагов и превратили свой город в родной дом для уверовавших переселенцев в то время, как все другие земли были очагом войны, язычества и зла Все, кто стремился помочь религии Аллаха, примыкал к помощникам Аллаха и его посланника — ансарам Это продолжалось до тех пор, пока ислам не окреп и не начал распространяться по свету И тогда мусульмане начали покорять людские сердца знанием, верой и Кораном, а страны — мечами и оружием Говоря о прекрасных качествах ансаров, Всевышний Аллах подчеркнул, что они возлюбили переселившихся к ним мусульман Потому еще раньше они возлюбили Аллаха и его посланника, и всех, кого любит Аллах и кто помогает его религии Они не испытывали никакой тяги к тому, что было отданно мухаджирам, и не завидовали той милости, которой Аллах одарил мухаджиров, и тем достоинствам, которыми он наделил только их Все это свидетельствует о том, что ансары были великодушными людьми, а злоба и зависть не находили места в их сердцах Этот аят свидетельствует о превосходстве мухаджиров над ансарами, во-первых, потому что Аллах упомянул о мухаджирах раньше, а во-вторых, потому что Он сообщил, что ансары не питают зависти к тому, чем одарены мухаджиры Бесспорно, Всевышний Аллах почтил мухаджиров вознаграждением, которого не получили ни ансары, ни все остальные И это справедливо, потому что они не только помогали пророку, но и переселились на пути Аллаха Однако и ансары не были лишены достоинств, которыми они превзошли других Одним из этих достоинств было то, что они великодушно отдают своим переселившимся братьям и сестрам предпочтение перед собой, хотя сами находятся в стесненном положении Если человек отдает предпочтение другому перед собой, то его щедрость и великодушие достигли совершенства Он готов пожертвовать своим богатством и одарить другого, даже если сам нуждается в нем и даже если находится в стесненном положении Эти черты присущи только людям с благородным нравом, которые любят Всевышнего Аллаха сильнее, чем собственные страсти и земные удовольствия Примером этого служит история одного из ансар, по поводу которого и было неспослано это откровение Когда в его доме заночевали гости, он предпочел накормить их, а сам со своей женой и детьми лег спать голодным Подобному великодушию противоположны корысть и эгоизм Великодушие похвально, а корысть и эгоизм заслуживают порицания, потому что являются проявлениями скупости и алчности Те, кто наделен великодушием, избавлены от алчности, и они непременно обретут успех Конечно же, речь идет о тех, кто оградил свою душу не только от алчности, но и от других пороков Если человеку удается избавиться от них, то он смиряется перед повелениями Аллаха и его посланника и покорно выполняет их Ему становится чуждо все, что запретил Аллах, даже если душа испытывает к этому тягу и влечение Он начинает расходовать свое имущество на пути Аллаха, стремясь снискать его благосклонность и обрести вечное блаженство Воистину, всего этого лишены те, которые не могут оградить себя от алчности и пороков Они погрязают в них и скупятся на добрые дела, а ведь именно это является источником всякого зла Таким образом, в этих аятах Всевышний упомянул о причистых сподвижниках пророка, мухаджирах и ансарах Они были великими имамами мусульманской общины, которые удостоились почести и наград и опередили всех, кто был до них и кто пришел после них Благодаря своим делам и своей вере они стали лучшими среди мусульман и первыми среди богобоязненных верующих Сура 59, аят 10 Идти путем сподвижников и руководствоваться их примером является честью для всех последующих поколений Поэтому Всевышний сказал, что последователи мухаджиров и ансар говорят Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас Эта молитва подчеркивает не только стремление мусульман заслужить прощение но и их доброе отношение к остальным правоверным Они молятся за сподвижников пророка, а также за их верующих предшественников и правоверных последователей В этом состоит одно из превосходств истинной веры Верующие помогают друг другу и молятся друг за друга Их объединяет вера, которая призывает мусульман питать друг другу братские чувства А одним из проявлений мусульманского братства является мольба друг за друга и взаимная любовь Вот почему мусульмане молят Господа не насаждать в их сердца ни капли ненависти к их братьям по вере Когда же этого скверного чувства нет, его место занимает любовь к правоверным, дружба с ними, неподдельная благожелательность к ним и все, что обязан испытывать один верующий к другому Всевышний назвал мусульман, которые обратились в ислам после сподвижников, верующими А слова их молитвы свидетельствуют о том, что сподвижников пророка и их последователей объединяет единая вера и общее воззрение Этой честью удостаиваются истинные последователи пророка и сторонники единой мусульманской общины Потому что никто иной в полной мере не обладает упомянутыми выше качествами Праведные мусульмане всегда признают свои ошибки и грехи, молят о прощении за себя и за других И просят Аллаха избавить их от ненависти и злобы к своим верующим братьям Обо всем этом свидетельствуют слова, с которыми они вызывают к Аллаху Воистину, эти слова проникнуты любовью друг к другу Эта любовь заставляет мусульман желать для своих братьев того же, чего они желают для себя И питать к ним искренние и нежные чувства, независимо от того, далеко они или близко, живы они или умерли Этот священный аят учит тому, как правоверные должны соблюдать свои обязанности друг перед другом Затем Господь подчеркнул, что они заканчивают свою молитву, обращаясь к Аллаху его прекрасными именами Сострадательный, Милосердный Эти два благородных имени Аллаха указывают на совершенство его милости, сострадания и добродетели По отношению к его творениям, величайшим проявлением которых является его помощь своим рабам в соблюдении ими обязанностей перед ним и людьми Таким образом, Всевышний отметил достоинства и качества праведных мусульман, мухаджиров, ансаров и их последователей Именно они заслужили право на военную добычу, которая целиком и полностью расходуется на благо ислама и были удостоены многих великих почестей Господи, по милости своей и великодушию сделай нас в их числе Сура 59, аят 11 Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний выразил свое удивление поступкам лицемеров, которые пообещали своим собратьям из числа людей Писания помощь и поддержку и подтолкнули их на противостояние правоверным Лицемеры обещали иудеям не бросать их в трудную минуту, даже если их будут укорять или запугивать Они обещали оказать им помощь и поддержку даже в том случае, если мусульмане решатся сразиться с ними Но Аллах свидетель тому, что они лгут, обольщая своих собратьев лживыми обещаниями Сура 59, аят 12 Они нередко поступают так, потому что ложь — черта их характера Обман и обольщение — их жизненные принципы, а лицемерие и трусость — их удел Поэтому Аллах назвал их слова лживыми и предвозвестил их предательство и измену И действительно, все произошло именно так, как предсказал Аллах Он поведал, что если иудеи будут покидать свои дома, то лицемеры не последуют за ними, потому что они любят родные места, не готовы терпеть тяготы сражений и не привыкли выполнять данные ими обещания Их сердцами овладеют трусость и малодушие, и они бросят своих собратьев в беде в тот час, когда те более всего будут нуждаться в их помощи А если они и придут, то обязательно повернут вспять Последняя фраза является предположением, которому не дано сбыться Никто не поможет противникам ислама, поскольку лицемеры ни за что не станут сражаться на их стороне, а Всевышний Аллах не окажет им поддержки Сура 59, аят 13 О верующие! Причина их измены и предательства в том, что они боятся вас сильнее, чем Аллаха Они боятся творений, которые даже самим себе не способны причинить вред или принести пользу, и забывают о всемогущем Творце, который распоряжается добром и злом, который одних одаряет милостью, а других лишает ее А все дело в том, что они не разумеют истинной сути вещей и не думают о последствиях Воистину, здравый рассудок призывает людей страшиться Аллаха, надеяться на Него и любить Его сильнее, чем кого бы то ни было иного А свои чувства к творениям ставить в зависимость от своих чувств ко Всевышнему Творцу Сура 59, аят 14 Сура 59, аят 14 Даже объединившись вместе, они не станут решительно сражаться с вами, разве что находясь в укрепленных селениях или за высокими стенами и ограждениями Вот тогда, возможно, они окажут вам сопротивление, но это не говорит об их мужестве, потому что они будут полагаться не на самих себя, а на крепости и стены Воистину, это величайший позор Между собой у них жестокая вражда, но причина этого не в слабости их рук и не в недостатке мощи, а в слабости их веры и отсутствии единства Ты полагаешь, что они едины, когда видишь, как они собираются вместе и делают вид, что помогают друг другу Но в действительности сердца их разобщены, разрознены и переполнены взаимной враждой, потому что они лишены разума и здравого смысла Если бы они обладали способностью здраво мыслить, то не отдали бы предпочтение худшему перед лучшим и не избрали бы для себя самый скверный удел Их цели были бы общими, сердца сплоченными, а сами они оказывали бы друг другу поддержку и помощь как в духовных, так и в мирских делах Но лицемеры избрали для себя иной путь, так же, как и брошенные ими в трудный час иудеи, которым Аллах отомстил за своего посланника и которых он посрамил уже в этом мире Сура 59, аят 15 Они подобны неверующим курешитам, в глазах которых сатана приукрасил их деяния, а затем ничем не помог им А ведь он обещал им Сегодня никто из людей не одолеет вас Воистину, я буду по соседству Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал Я не причастен к вам Воистину, я вижу то, чего вы не видите Сура 8, аят 48 Курешитов обольстила их численность и сила Но все это не принесло им успеха и не избавило их от Божьей кары Доблестно и кичливо они направлялись на сражение при Бадре, считая, что сумеют одолеть посланника Аллаха и верующих Однако Аллах даровал победу своему пророку и верующим Они порубили старейшин и вождей неверующих и захватили в плен многих из них А остальные язычники смогли спастись лишь бегством Так они вкусили пагубность своих деяний и тяжкие последствия своего распутства и многобожия Таков их удел в этой жизни, а в будущий им уготована мучительная кара Сура 59, аят 16 Что же касается лицемеров, то они подобны сатане, который говорит человеку «Не веруй» Тем самым сатана приукрашивает в глазах человека неверие А когда тот поддается соблазну и встает на путь неверия и вечного несчастья То сатана, некогда призывавший его к этому, ничем не помогает ему и отрекается от него Он признается, что не способен избавить человека от мук и страданий И принести ему пользу даже размером с одну крупинку Сура 59, аят 17 Сатана, который призывает к неверию и неповиновению Аллаха и людей, которые последовали за ним, ожидает одинаковый исход Они окажутся в адском огне, в котором пребудут вечно Всевышний сказал Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени Сура 35, аят 6 Такова участь нечестивцев, которые предались несправедливости и неверию Каждый из них получит наказание соразмерно с тяжестью совершенных им грехов Таково отношение сатаны к собственным клевретам Вначале он обольщает их и призывает последовать его путем, на котором их не ожидает ничего, кроме зла и вреда А когда они попадают в его сети и над ними нависает погибель, он отрекается от них и оставляет их наедине с вечными муками Унижен и посрамлен будет всякий, кто последует за сатаной Ибо Аллах предостерег своих рабов от этого, предупредил их о пагубных последствиях этого и поведал им о задачах и целях их явного врага Поэтому всякий, кто повинуется сатане, восстает против здравого разума и не имеет никакого оправдания Сура 59, аяты 18-19 Сура 59, аяты 18-19 Всевышний повелел своим верующим рабам придерживаться того, к чему их обязывает их вера А именно, бояться Аллаха в уединении и всенародно Каждый миг и в любом положении Соблюдать его повеления и не приступать его ограничений Размышлять над тем, что приносит им пользу, а что наносит урон А также над добрыми и злыми деяниями, за которые у них потребует отчет в день воскресения Воистину, если люди устремят свои взоры и сердца к последней жизни и задумаются над своим местом в ней, то они станут усердно совершать добрые дела, снося все препоны и преграды, возникающие на их пути А если они будут помнить о том, что Аллах ведает об их деяниях и что ни одно из них не сокроется от него и не будет потеряно или предано забвению, то они непременно бросят все свои силы на совершение праведных поступков Этот священный аят учит людей оценивать свои деяния и быть требовательными к себе Он учит их осознавать свои ошибки, не повторять их и искупать их искренним покаянием, а также избегать путей, ведущих к грехам и ослушанию Господа Он также заставляет их задуматься над своими упущениями, дабы они приложили усилия для того, чтобы исправить их и спрашивая при этом помощи у всемогущего Создателя Человек должен всегда сравнивать милость и добродетель Аллаха по отношению к Нему со своими упущениями Потому что подобное осознание своего долга перед Аллахом подталкивает человека в лоно праведности А тот, кто пренебрегает этим, лишается великого добра и уподобляется людям, которые забыли Аллаха и пренебрегли Его поминанием и выполнением своих обязанностей перед Ним Они посвятили свою жизнь удовольствием и низменным страстям, но не оказались в числе преуспевших и не извлекли из своих дел никакой пользы Более того, Аллах заставил их забыть самих себя и пренебречь всем, что могло принести им пользу и выгоду Их деяния затерялись, и они погубили как свою мирскую, так и будущую жизнь Это величайший самообман, последствия которого невозможно исправить и раны которого невозможно залечить Потому что люди эти — закоренелые грешники, уклонившиеся от повиновения своему Господу и затерявшиеся в омуте грехов Сура 59, аят 20 Могут ли быть равны те, кто боялся Аллаха, задумывался над тем, что его ожидают завтра И заслужил райские сады и беззаботное бытие в кругу пророков, правдивых верующих, павших мучеников, благочестивых праведников и всех тех, кого облагодетельствовал Аллах И те, кто пренебрег поминанием своего Творца и Кормильца и своими обязанностями перед Ним И кто был несчастен в земном мире и заслужил страшную кару после смерти Воистину, первые добьются успеха, а последние окажутся в убытке Сура 59, аят 21 Сура 59, аят 21 Сура 59, аят 21 Это говорит о том, какое сильное воздействие оказывает Коран на человеческие сердца Его проповеди самые проникновенные, а его приказы и запреты самые верные и мудрые Они доступны для душ и необременительны для тел, лишены противоречия и взаимоисключающих концепций В них нет непреодолимых трудностей и принуждения И, наконец, они пригодны для любой страны и для любой эпохи и приемлемы для каждого человека Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он приводит людям притчи и разъясняет им, что им дозволено, а что запрещено, дабы они поразмыслили над Его знамениями Ведь перед тем, кто размышляет над знамениями Аллаха, раскрываются сокровищницы знаний Ему становятся ясны пути добра и зла, и он начинает обретать благородный нрав и превосходные качества и избавляться от пороков Поэтому никто не принесет человеку больше пользы, чем размышления над Кораном и постижение глубокого смысла его аятов Сура 59, аят 22 В этом и в последующих аятах упоминаются многие прекрасные имена и возвышенные качества Аллаха, обладающие великим и глубоким смыслом Господь сообщил, что Он является единственным божеством, заслуживающим обожествления и поклонения Кроме Него нет иного истинного божества, потому что Его совершенство абсолютно, Его милость всеобъемлюща, а Его власть безгранична Все иные объекты обожествления не достойны даже крупицы поклонения, ибо они беспомощны, преисполнены недостатков и не способны принести пользу ни себе, ни другим А затем Всевышний Господь напомнил о том, что обладает совершенным знанием обо всем зримом и незримом, а также безграничной милостью, которая осеняет все живое и сущее Сура 59, аят 23 Господь еще раз подчеркнул, что божественность И право на поклонение присуще только Ему одному, ибо среди Его прекрасных имен Властелин, то есть Небесный и земной миры находятся в Его власти и нуждаются в Его поддержке Святой и Пречистый, то есть лишенный любых пороков и недостатков и обладающий совершенными качествами, благодаря которым Он более кого бы то ни было достоин почитания и возвеличивания Хранитель, то есть подтверждающий правдивость своих пророков и посланников неопровержимыми доказательствами и ясными знамениями, которые они являли своим народом Могущественный, то есть никто не в силах одолеть Его, либо воспротивиться Его воле, потому что Он господствует надо всем сущим и правит всеми творениями Могучий, чья божественная власть распространяется на всех рабов и который властен унизить великих и обогатить бедных Гордый, которому присущи высокомерие и величие и которые превыше несправедливости, угнетения и других пороков Аллах превыше того, что предают Ему сотоварищи Эти слова в самом широком смысле свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах далек от того, что думают о Нем многобожники и противники истинной религии Сура 59, аят 24 Среди Его прекрасных имен – Творец, Создатель, Дарующий Облик Эти прекрасные эпитеты свидетельствуют о том, что Он сотворил эту Вселенную и единовластно правит ею в соответствии со Своим предопределением Никто иной не способен на это, а потому никто не разделяет с Ним эти божественные права У Аллаха самые прекрасные имена Этих имен настолько много, что их невозможно пересчитать Только Аллах знает абсолютно все Свои имена и эпитеты, но все они прекрасны и совершенны Они свидетельствуют о возвышенных качествах Господа, которые лишены недостатков и изъянов Прелесть их в том, что Аллах любит эти имена и любит тех, кто любит эти имена, а также любит, когда творения взывают к Нему посредством этих имен Эти прекрасные эпитеты и возвышенные качества присущи Ему одному Обитатели небес и земли нуждаются в Нем, славят Его и молят Его о помощи А Он одаряет их по своей милости и щедрости в полном соответствии с божественной мудростью Все это свидетельствует о совершенстве Всевышнего Аллаха, к прекрасным именам которого относятся имена могущественной и мудрой Стоит ему пожелать чего-либо, как желаемое сбывается, однако это непременно заключает в себе мудрость и приносит пользу Продолжение следует...